Скажите, пожалуйста, о том, когда вы все-таки решили, что вы будете историком. Были у вас сомнения о том, что быть ли историком или быть кем-то другим? Кто повлиял на ваши решения? Ну, знаете, я решил быть историком как-то довольно рано, я даже уже не помню, когда, нет у меня воспоминаний о том, что был какой-то момент, когда я решил быть историком, но вот уже там, не знаю, 8 лет я считал, что я буду историком и археологом, ну или, может быть, палеонтологом. Ну, во всяком случае, интерес к прошлому, такой был всегда. В моей семье это был такой довольно неочевидный выбор и странный, потому что мои родители оба, они естественники, мой отец физик, мой образователь биолог, но работавший большую часть жизни в Фиане. Вот, и там, дитя мои все техники, да, с техническим образованием, вот, и брат мой стал физиком, поэтому я такой урод в семье, что называется. Вот, но мои родители меня всегда, в общем, они считали, что главное, чтобы ребенок чем-нибудь интересовался и мои интересы всегда поддерживали. Поэтому, значит, я помню, что я, когда пошел в третий класс школы, соответственно, 9 лет, потому что я 6 лет в школу пошел, они меня записали в Дворец пионеров, в кружок, в археологический кружок, ну, куда я потом, собственно, до конца школы и ходил. Ну, вот, ну, и, например, там, ради того, чтобы я мог ребенком, да, поехать в экспедицию, устраивались в археологической экспедиции на лето работать, так проводили отпуск. Вот, то есть, в общем, они меня всячески поддерживают в отношениях. Ваше первое воспоминание о детстве, что вы помните самое первое? Ой, не знаю, вот так, нет, у меня много воспоминаний, но трудно сказать, какой из них самое первое, да, да, не знаю, я думаю, что лет с трех я помню довольно много. Когда вы научились читать, в каком возрасте? Очень рано, в 4 года я уже читал вполне, и даже, значит, в семье рассказываются истории, что, когда я ходил в детский сад, то воспитательницы были очень довольны, потому что они мне давали в руки книжку, вокруг собирались дети, я им читал вслух, и они там ушли пить чай. Были, получается, вы вундеркиндом уже, да? Нет, ну, это не называется вундеркинд. Просто рано умел читать много. У меня никаких таких никаких особенных вундеркиндских способностей не было. А как же всё-таки, как ребёнок решает стать археологом, откуда вы узнали о том, что такая есть профессия? Какая-то книжка на вас повлияла, или? Нет, вы знаете, я не помню. Никакого такого толчка я не помню, но я помню, что вот это меня интересовало, как-то уже с раннего времени. Там в более поздние времена у меня всегда был параллельно большой интерес к поведению животных. Когда я узнал, что есть такая наука экология, которая занимается поведением животных, но где-то уже в классе 7-8, то некоторое время колебался с выбором, но потом всё-таки старая привязанность убедила. Ну, вот единственное, когда я колебался с выбором в профессии историчной. Ну, а дальше, конечно, внутри истории это другая вещь. Довольно долго хотел быть археологом, а потом переключился на занятия письменными текстами. Ну, это уже в университете случилось. А сколько древних или настоящих языков вы знаете, и трудно было их учить? На этот вопрос всегда трудно отвечать, потому что что значит знать? Знать язык, про некоторых людей говорят, что он знает 200 языков. Но на самом деле имеется в виду, что он имеет некоторое представление о грамматической структуре. Ответ на этот вопрос будет разным, в зависимости от того, что вкладывать в это понятие. Одно дело знать разговорный язык, уметь говорить на языке. Другое дело уметь читать. Ну, говорю я, значит, кроме русского, да, на французском, на немецком, на английском, на болгарском. Вот, но так с грехом пополам могло объясниться на итальянском, на ново-огреческом. Ну, чуть-чуть по-турецки. А тексты могу читать в современной научной статье, более-менее один из моих таких, ну, я его считаю и учителем, тоже. Ну, такой для меня крупный авторитет. Он не был моим учителем в прямом смысле слова. У меня все-таки был опыт общения. Игорь Михайлович Дьяконов, он своим ученикам, петербургский, такой вид знаменитый, он своим ученикам говорил, что, ну, я, чтобы не слышал от вас такого, что не мог прочесть эту статью, потому что не знаю этого языка. Если есть статья, она нужная вам по вашей теме, вы должны ее прочесть, а какой язык, это неважно. Вот. Ну, собственно, на самом деле, зная латынь и один из романских языков, можно читать довольно спокойно на любом романском языке. Вот. Зная немецкий и английский, можно читать на любом германском. Ну, то есть, там, если мне нужно прочесть статью на голландском и на шведском, хотя я не виделись в шведском, я никогда этих языков не учил, но, там, со словарем и некоторым, некоторой усить-чустью, я осилию и пойму, о чем эта статья, и надо ли мне в нее углубляться дальше. Тоже касается и любого романского языка. Вот. Ну, там, с венгерским, конечно, не разберусь. Ну, а из древних, греческий, латынь, понятно, значит, потом я после университета занимался всякими восточными исследованиями, значит, там, основной язык у меня был акадский, вот, ну, и параллельно древнееврейский, вот, уже, как вспомогательный материал, ну, читать могу. Вот, и учил древнеперсидский и языковестые иранские языки, ну, соответственно, кое-какие основы осетинского, ну, там, я его не перечисляю как язык разговорный, я так могу, как древний язык, какие-то познания имею, нельзя сказать, что знаю его хорошо. Легко переключаетесь с языка на язык? Бывает такое, что вы какую-то мысль пытаетесь сказать, но понимаете, что лучше на другом языке сказать? Или четко придерживаете одного языка, если языковая обстановка такая, русская? Нет, ну, когда, естественно, когда приходится много переходить с языка на язык, на конференции, где на разных языках люди говорят, там, переходишь с немецкого на английский, ну, лучше всего я знаю французский, с ним у меня ничего не путается. Ну, когда с английского на немецкий приходится переходить, ну, там, может быть, первую минуту некоторые слова не из того языка везут в голову, вот, ну, а когда язык, который плохо знаешь, ну, там, например, в Турции все время хотелось сказать по-гречески что-нибудь, что не очень было хорошо, вот. Нет, бывает, что путается, но, ну, так, это разговорная речь. Что самое счастливое, что вам больше всего нравится в научной деятельности, что, главное, вам радость дает? Ну, когда интересно, а интересно, когда что-то новое, значит, находишь и понимаешь, что-то никто до тебя не знал и не замечал, а ты вот добавляешь новый элемент к картине мира, можно так сказать. А то, что доставляет самое большое разочарование в научной деятельности, есть такое? Разочарование? Ну, как-то беспокойство, разочарование, все. Ну, не знаю, разочарование или не, чем не любишь заниматься? Ну, это и другое интересно. Что мне нравится, возможно, в научной деятельности? Ну, техническая работа, да, когда там нужно, это всегда есть, всегда есть, да, оформлять библиографию в своей статье, естественно, я сам это делаю, некоторые поручают другим, но это довольно неприятно. Чего вы опасаетесь или боитесь больше всего? А разочарование, ну-ка, это когда, ну, когда, например, сталкиваешься со случаями, что коллеги управляют недобросовестность, причем сознательно. Не ошибки делают, а сознательно игнорируют то, что они точно знают, и не обязательно это мои работы могут быть и кого-то другого, ну, или там сознательно будут на подлог, ну, куги от сюда. Как вы думаете, вы живете лучше, чем ваши родители? Да, да, лучше, конечно, в смысле... Ну, в духовном смысле, в материальном, скорее всего, да, все скажут, а в духовном смысле? Да, и, ну, при всех тех претензиях, которые можно предъявлять к нашей эпохе, все-таки она, конечно, гораздо свободнее и гораздо интереснее, чем в 60-70-е годы, да, чем в советское время. И, конечно, и свободы больше, и страха меньше, и мир доступен. Вот. Да, в этом отношении, конечно, лучше. А чему вы научились у родителей? Что, как бы, вам кажется, самый главный урок, который они вам дали? Всему, всему. Для вас гипотеза Бога, она есть или нет? Используете ли вы его в жизни? Если да, то как вы пришли к вере? Если нет, то как вы... Что вы думаете о том, как появился человек, чем человек отличен от животных? Ну, я вообще православный. Значит, как я пришел к вере, ну, моя мама, она была православная, она меня крестила в детстве, то есть для меня это еще часть семейной традиции, хотя она не была очень церковной, и эта ситуация входила не часто, к очень большим праздникам, но, во всяком случае, в семье отношение к церкви было соответствующее, но и особенно это было, ну, это было советское время, да, то есть это была не та церковь, что сейчас, не официальная, а скорее гонимая, вот, хотя уже и с таких, конечно, ужасных репрессий, вот, ну, и для меня это часть семейной традиции, и моя жена тоже православная и довольно активная, вот, так что, ну, вот. Как вы думаете о том, ну, как появилась жизнь на Земле? Вот задумались об этом или нет? Я противоречу вас с пониманием, ну, эволюционной картины мира и православной доктриной. Ну, у меня, я не креационист, вот, несмотря на свое православие. И я думаю, что, собственно, никто из серьезных богословов сейчас, ну, по крайней мере, более-менее современного вида богословия, креационистской позиции не придерживается, по крайней мере, не считает, значит, не считает книгу бытие просто прямым описанием реальности, да, вот. Ну, а вот о креационизме можно говорить в том смысле, что, ну, вот, все-таки я не специалист, но физики же говорят о том большом взрыве, о том рождении Вселенной и так далее. Ну, вот, чем не акт творения? Вот. Ну, а как появилась жизнь на Земле, насколько я понимаю, это никто, ну, убедительной точки зрения нет, ну, вот, когда будет, тогда я, наверное, буду ее придерживаться. Я, в общем, стараюсь не делать суждений о тех темах, в которых я не являюсь специалистом, о которых, мама понимала, предпочитаю доверять специалистам. А что, на ваш взгляд, сделать человека человеком? Чем мы отличаемся от животных? Чем мы отличаемся от животных? Ну, это вообще тоже вопрос неясный, да, и тут граница довольно тонкая, и много было разных вопросов, но выясняется, что всегда есть какие-то исключения, ну, там, владение языком, да, но вроде бы некоторые виды животных владеют сигнальной системой, которая близка к языку и может называться языком тоже. В общем, на мой взгляд, такая граница довольно тонкая, ну, трудно ответить на этот вопрос. Сейчас много споров в научном сообществе об отношении к религии, об отношении к вере, даже высказывается мнение, что настоящий ученый не может быть верующим. Когда об этом думаете, когда об этом, может быть, спорите, что отвечаете? Ну, как-то говорить об этом довольно скучно, потому что все эти аргументы уже сто раз изложены, и, значит, не сейчас, а уже в течение последних столетий. На то, что настоящий ученый не может быть верующим, немедленно следует список настоящих ученых, которые были верующими. Как известно, для того, чтобы опровергнуть такого рода утверждения, достаточно привести один пример. Таких примеров много. Я думаю, что религия вызывает раздражение у советских людей тогда, когда она начинает пытаться занимать слишком большое место в жизни общества и, в общем, не принадлежащие ей. Тогда начинаются разные формы принуждения к религии. Когда она становится государственной, например. Вообще, религия – это частное дело. И для церкви, я глубоко уверен, гораздо полезнее быть гонимой, чем быть государственной. Конечно, святые могут быть у церкви в любой период, но, в общем, ситуация, скажем, в Русской Православной Церкви, в ее императорский синодальный период, была гораздо менее здоровой, чем в период, когда при раннем христианстве, когда церковь была гонимой. И даже при том, что как на церковь вдавили в советское время и насчет всеизвестной истории про наличие кагибийских агентов среди иерархов, все равно, на мой взгляд, та позиция, которую церковь занимала в советское время, когда она была гонимой и когда она не могла рассчитывать на государственную поддержку и на силу власти, а только на себя, только на свои духовные слова, все это положение для церкви было более здоровым и предпочтительным, чем то положение, которое она занимает сейчас, и когда она, к сожалению, рассчитывает больше не на свою духовную основу и не на духовные силы, а на государственную поддержку. И такая опять стала имперской церковью, как при императоре до революции. Ну вот, это ситуация для церкви кухни, на мой взгляд. Ну, собственно, вот, в том числе и потому, что наличие государственной религии, оно очень вредно и для церкви, и для государства. Ну, в точной разе, если брать не нашу церковь, ну вот, мне кажется, что ситуация в католической церкви сейчас, во Франции, например, когда она отделена от государства, и, в общем-то, она не гонима, так сказать, физически, но представители университетских кругов признатся, что он католик, в общем, не очень уникальный. Такая ситуация, когда католическая церковь сама в себе и сама на себя должна рассчитывать, и, в общем, любая ее попытка пытаться входить в ту сферу жизни, где ей место вообще-то не обязательно должно быть, она всегда жестко пресекается. И вот эта ситуация гораздо здоровее и для церкви, и для отношения церкви со стороны людей, чем та ситуация, которая была, допустим, в XVIII веке, когда она была соединена с государством, когда было второе сословие, когда служители церкви занимали привилегированное положение, ну и, собственно, всплеск атеизма, и то французское свободомыслие и атеизм, который характерен для XVIII века, и который остался с тех пор, антиклирикализм французский, который до сих пор характеризует французское общество, то, в общем-то, реакция на клирикальное засилие, которое было бы того. Так что, ну вот, моя позиция такая. Кажется ли вам, что нужно заниматься какой-то особой популяризацией науки в православном сообществе, или надо просто заниматься популяризацией науки вообще в обществе? Ну, специально в православном сообществе, как-то это довольно бессмысленно, потому что православное сообщество, оно по отношению к науке ничем особенно не отличается от неправославного. Ну и вообще, как вы его будете определять? У нас по переписи населения давляющее большинство русских православных, да? При этом о православии они не имеют ни малейшего понятия, их церкви не были, наверное, с рождения. Так что, как это определять? Конечно, по-моему, это довольно бессмысленно. А если говорить о сознательных православных, то среди них, в общем, процент образованных людей значительно выше, чем, я думаю, в среднем по России. Поэтому нужно заниматься просвидетельствами просто среди наших сограждан, и всё. Вы очень рано стали доктором наук в 31 год, и членами КОРМ тоже стали рано. Можете рассказать о том, что является приметом вашего научного интереса? Менялись ли ваши области исследования, или они остаются теми же, что были? Ну да, меня, как я уже говорил, я, в общем, все школьные годы интересовался археологией, и когда поступал в университет тоже. Но интересовала меня не любая археология, археология античная, древняя Греция. Ну, уже в университете я довольно быстро понял, что для того, чтобы заниматься античностью, нужно хорошо знать языки. Это иначе невозможно. Ну, языки древние, в смысле, греческие лады. Ну, и поскольку археологов тогда, да и сейчас языка мы этим практически не учили вообще, да, какие-то ознакомления, то я выбрал ту кафедру, где преподавание этих языков было, то есть кафедру древней истории. Ну, скоро выясним, что и там преподают недостаточно много древних. И я эти языки изучал, значит, на кафедрах классической филологии. То есть у меня такое двойное получилось историческое и филологическое образование. И, конечно, это сдвинуло мои интересы от археологии в сторону письменных текстов. Вот. Но, правда, археологией я продолжаю заниматься и сейчас. В общем, я думаю, что с 12 лет и до сих пор, ну, наверное, я пропустил 2 или 3 археологических сезона, а так каждая ряда каких-то межроскопов участвовала. Или руковожу им, или в составе чужих экспедиции. Вот. Но, собственно, основной все-таки... Ну, да, я стараюсь комбинировать археологические данные с данными письменных источников. Вот. Дальше, после университета, найти работу тогда было трудно, в очень много исследовательских институтах. Но мне повезло, меня взяли по лаборантам в Институт Востоковедии. Вот. А это было некоторое изменение направления. И когда меня брали, мне было сказано, что одним из условий является необходимость изучить какой-нибудь восточный язык. Ну, я выбрал аркадский, нашёл тему, которая была на стыке между греческой, греческой культурой и месопотамской. Вот. Ну, и, соответственно, так... Ну, а кроме того, я стал заниматься иронистикой, ну, это было такое уклонение ещё в сторону. Ну, потом, через некоторое время я вернулся больше к античным занятиям, то есть я использую и восточные всякие тексты, и знания, полученные в то время. Ну, а сейчас я занимаюсь в основном эпиграфикой, то есть надписями на камне, на греческом и на латинском языках, вот, происходящими из Северного Черноморья, но также из Малайзии. Ну, поскольку последние, сколько там, 7 лет я руководил археологическим проектом в Турции, вот, исследовали один очень интересный город, вот, ну, и в том числе он никогда до нас не исследовался, хотя хорошо описывал в источниках, это одна из резиденций царей, сначала царей персидских, потом иронистических, Александр Македонский проходил, вот. Ну, а в римское время этот город считался самым крупным торговым центром во всей Азии после знаменитого города Эфеса, вот. Тем не менее, он никогда не исследовался, вот, мы были первые, и без раскопок удалось обнаружить около сотни новых надписей, ну, соответственно, этим я тоже занимаюсь. Так что сейчас два основных моих направления, это, вот, ну, собственно, три, я сейчас направлю, изучение результатов вот этих моих исследований в Турции. Ну, вот, значит, второй, это, я продолжаю заниматься греко-иранскими отношениями, там, образом иранцев в греческой литературе и вот смежными темами. Ну, и третий, и, пожалуй, самое главное сейчас, это исследование греческих надписей, северно-мычинных и латинских. Когда вы читаете надписи на греческом, на латинском, можете ли вы реконструировать, и в какой мере можете реконструировать образ мысли древних людей? Насколько они были похожи на нас, и насколько они отличаются от нас? Ну, собственно, да, прелесть надписей в том, что это новые источники. Вообще говоря, все тексты, дошедшие до нас от античности, за очень небольшими исключениями, были известны уже к середине XIX века и уже были опубликованы, ну, может быть, к концу XIX века. Так что все эти тексты, литературные тексты, они много раз комментировались, изучались. Надписи находят каждый год, каждые раскопки, их много, они приносят новые тексты. Тексты самые разные, это может быть маленький осколок с одной или двумя буквами на нем, а может быть длиннейший текст на многие десятки строк. Но каждая из этих надписей дает нам что-то новое и позволяет по-новому взглянуть и на абсолютно любые проблемы, связанные с античностью. И историю, и историю экономики, и историю литературы даже, потому что иногда там такие литературные все-таки, стишки, например, встречаются, допустим, надгробные, надгробные в стихотворной форме, эпитафии. Они написаны на разных диалектах, соответственно, это дает информацию для гингвистических исследований. Так что, конечно, каждая новая надпись расширяет наше представление о том, чем были древние люди, что они думали, чем занимались и так далее. Так что с этой точки зрения, каждая новая надпись, это как бы новый кирпичик, если представить наши знания древних, как такое здание. Ну а насчет того, что отличались или нет, смотря что иметь в виду, по внешним условиям жизни, конечно, отличались. Так же, как мы отличаемся от своих родителей и от своих дедов. Но, скажем, с точки зрения структуры сознания, мышления и так далее, на этот счет существуют две точки зрения. Некоторые считают, что принципиально мышление человека не изменилось с каменного века. Отличался только объем информации и некоторые способы осмысления, но это террористические. А некоторые считают, что для ремни было характерно какое-то особое сознание, мифологическое сознание часто используя термин. Ну вот я решительный сторонник первой точки зрения, что не сильно отличается, ну то есть не отличается структура сознания древних людей от нашего. Я не сторонник теории мифологического сознания. По-каку, несколько личных вопросов. Что для вас семья и как создавалась ваша семья? Что самое трудное в семейной жизни? Готовы об этом поговорить? Ну как-то не очень готов. Семья, ну это какие-то банальности, которые не перестают от того, что они банальны быть верными. Семья там самая важная, надежда и опора, важные тылы. Ну у меня трое детей, которых я очень люблю. Двое из них старшие от нас уже отделились. Вот они учатся в другом городе, а младшие десятилетние с нами. Что бы вы хотели передать детям? Получается ли это передавать? Ой, а передать в смысле? Ну не знаю, какие-то вот, да, научить чему-то, какой-то опыт жизни. А, да, я бы хотел, чтобы они были сами собой и понимали, чего они хотят, и имели бы желание и волю этого добиваться. Вот, что я стараюсь помогать им в том, чтобы они нашли себя и были бы сами собой, а не навязывать то, что я бы хотел. Они тоже православные какого или неравиды нас на жили? Ну, как бы они в православной традиции воспитаны, вот, и их нельзя назвать очень, так сказать, активными верующими, да. Но отторжений у них нет никакого, и, в общем, ну, такие вот. В общем, для них церковь – это такое семейное дело, то есть они туда могут прийти, они там не будут чувствовать себя неловко, в чужом месте, не зная, куда ступить, так как многие люди, которые в церковь привозят в взрослом возрасте, не будут бояться старушек. Которые на них шинкуют, а сами вполне могут на эту старушку шинкнуть, вот. Ну, ну, вот так вот это, как бы, такое домашнее православие. А были моменты в жизни, когда у вас спускались руки, как вы одаревали эти ситуации? Ну, как-то само так, поспишь, денег. А моменты профессионального выгорания, когда вы расчаровались даже в своей профессии, такое бывало, и как вы преодолевали? Ну, в профессии в целом нет, но так, чтобы какое-то направление деятельности надоедало, да, но меняешь направление, это освежает. Что такое для вас одиночество? Любите ли вы одиночество? Одиночество? Ну, я одиночества не боюсь, но и не особо не ищу. Ну, так, когда я работаю, то, конечно, не хочется быть одному, но невозможно все время работать. В чем вы видите главную проблему современных христиан и главную силу? Современных христиан? Да. Вы имеете в виду, где вообще? Ну, если вообще думать о христианах всего мира, независимо от конфессии, в чем, кому кажется, главная проблема современного христианства? Главная проблема современного христианства, ну, мне кажется, что эта проблема, она и всегда была, да, это поиск путей сосуществования с меняющимся обществом. Христиане должны находить постоянно свое место в меняющемся мире, оставаясь сами частью этого мира и оставаясь современными людьми, но в то же время не отказываясь от своей христианской веры и идеалов. Вот это, я думаю, проблема, которая была перед христианами не только сейчас, но и всегда, и сейчас она снивается тоже. Ну, в современном мире, понятно, другие условия, просто нет христианских стран, да? То есть христианство – это одна и один из возможных взглядов на мир, и христиане должны считаться с тем, что такое у них нет в мире привилегированного положения. В чем вы видите главную силу современного христианства? Опять же, то, что и было всегда, главная сила – это Христос и Евангелие. Что вас раздражает и больше всего в жизни? Раздражает? Да. Может привести из себя? Ну, многие люди меня раздражают. А научились ли вы прощать? А? Научились ли вы прощать? Ну, это… В каком случае получается у вас прощать кого-то? Да, удается. Удается, в общем, не люблю. Ну, как бы, я редко испытываю сильные чувства, такие как ненависть, и они довольно быстро проходят. И, пожалуй, сейчас нет людей, про которых я могу сказать, что я их не даю. Там есть люди, которые неинтересны, которым я знаю цену, и считаю ее небольшой, но такого нужно было. У меня такого нет. А есть ли такая вещь, которую вы не могли бы никому простить? Ну, как… Ну, а что значит простить? Ну, не знаю, как-то никогда не… Всегда будете помнить об этом поступке или о чем-то еще? Нет, я обычно вообще помню про все поступки. Память у меня хорошая, но просто про некоторые поступки, которые мне сильно не нравятся, ну, я из них делаю соответствующие выводы. Ну, там, например, я могу продолжать с человеком вполне мило общаться, но понимаю, что никогда с ним не буду там вести совместную работу, да, или, наоборот, готов с ним работать, но не готов общаться за пределами работы. Про некоторых, например, я не испытываю каких-то чувств или не буду участвовать. Есть, может быть, один или два, ну, очень мало людей, два или три человека, с которыми я избегаю, например, участвовать в совместных конференциях и всегда отклоняю предложения, там, участвовать в конференции или в совместном труде, если этот человек там есть в оргкомитете или стоит редактором, вот. Ну, потому что, ну, это… Нет, не то, что я не прощаю, но это некоторая гигиена, да. Я считаю, что и все надо смешивать, да. Как вам кажется, что самое главное, какие этические принципы, самые важные в работе ученого и ученых, изменились ли они за время вашей начала работы в науке сейчас, меняются ли они? Этические принципы? Да. Ну, научная честность, как и вообще жизненный принцип, тоже этический. Это, пожалуй, самое главное, но из этого очень много чего выводится. То есть можно, вот, я не вижу ничего страшного, если человек добросовестно ошибается, это нормально или не в состоянии что-то сделать, ну, там, не хватает образования, или ума не хватает, да, вот, ничего страшного, но если человек сознательно, значит, идет на подлог или искажает данные, ну, что-то, ну, это, это не важно, не должно быть. А как, мне кажется, поменялись эти практики вот с момента вашего вступления в научную жизнь и сейчас, вот, знаете, сколько, 20 лет получается, да? Да, нет, ну, как-то это довольно-таки универсальная вещь, мне кажется, это не оригинальная. Ну, думаю, как-то меняется, потому что все-таки появился и интернет появился и так далее, и... Ну, а как это на этические принципы влияет? Ну, не знаю, есть это... То есть, мне кажется, какая-то эволюция происходит, но она не очень заметна. Эволюция... Этика, по-моему, вообще очень консервативная вещь, что никакой особенной эволюции не присутствует. Конечно, потому что вокруг хороших людей собираются, как бы, ну, как бы, ну, как... Есть центры, как бы, центры, этические центры, есть хороший человек, то и хороший научный руководитель, а вокруг него, в принципе, и добросовестная обстановка. А если человек другиатом занимается, то вокруг него собираются соответствующие люди, воспроизводство других практик идет. Ну, наверное, да. Но это же и все, да? Ну, это да. Да, сейчас чуть-чуть еще такое хотел спросить. Давайте поговорим о книгах, завершая наш разговор. Можете ли вы назвать вашу любимую книгу или их многое? Нет, я как-то не понимаю, как можно ответить на вопрос про любимую книгу. Это, может быть, может ответить такой вопрос человек, который три книги прочел, но одна любая из них. Я с детства довольно много читал и сейчас много читаю, поэтому... Ну, гипотетически, если вас посылают на «Небитаемый остров» и берете с собой 10 книг, вы можете сразу сходу сказать, что вы возьмете? Нет, сегодня я возьму, что попадется, что удастся спасти из скоростучего корабля. А про любимую песню, то, что спрашивают, ваша любимая музыка или ваша любимая песня? Да, что-то можете сказать? Нет, не от любимой песни. Я не очень люблю бардовскую песню, потому что, например... Ну, там, из-за уж не очень, совсем не люблю одну. Но, с другой стороны, например, Высоцкого я люблю, и Девинчикова люблю, например. Спасибо большое, очень интересно.